Я проявил нагрешку, прошу уговора на обоих городах. Ребята, будьте внимательны, все, все, все. Признаю свою вину. Соглашается приговор. Соглашается приговор. То, что вы сейчас видите, это не компьютерная графика. Это документальные кадры. Чтобы достигнуть такого умения маскироваться, нужны месяцы регулярных тренировок. Их обучат всему. Стрелять из различных видов оружия. Рукопашному бою. Умению внезапно атаковать. Выживать в самых трудных условиях. Преодолевать любые преграды. Они все должны были делать лучше других. КРИК Им будут поручать самые сложные, почти невыполнимые задания. 31 декабря 1979 года я и Вадим Алексеевич Кирпиченко в присутствии Владимира Александровича Кричкова докладывали Юрию Владимировичу Антропову о событиях в Афганистане. О нашем участии. Когда закончилась беседа, я сказал о том, что нам надо уже сейчас, начиная оценивать этот опыт, подумать о создании в подразделении КГБ, в системе КГБ специального подразделения, специального кадрового подразделения. Юрий Владимирович посмотрел на меня, ни слова не ответил. Юрий Дроздов Начальник нелегальной разведки КГБ СССР Генерал-майор В середине января мы встретились еще раз. Я пришел к нему уже с бумагой, в которой была заложена идея создания вымпела. Эта бумага потом долго-долго ходила. Она согласовывалась, по всей вероятности, где-то в политбюро, в правительстве. Все вздумывали, взвешивали. Так, и когда она вернулась ко мне, для последней доработки, значит, мы учли все замечания, которые сделал Юрий Владимирович, доложили ее ему. Она ушла в инстанции, когда она возвращалась, он позвал меня еще раз, и передавая эти бумаги, сказал, ну вот на, работай, создавай. Все, что связано с этим подразделением, будет проходить под грифом совершенно секретно. Бойцы специального назначения. Они собираются каждый год. Крепкие, хотя уже не молодые мужчины. Собираются, чтобы обнять друг друга, высказать и выслушать добрые, искренние слова. Собираются, чтобы вспомнить самые тяжелые, но и самые лучшие годы своей жизни. А помнят они о многом. Здесь собран интеллект людей, который позволял выполнить любую поставленную задачу правительственным, как в мирное время, так и в военное время. Дмитрий Герасимов, командир группы «Вымпел» в 1992-1994 годах. Многие годы группа «Вымпел» относилась к числу самых засекреченных структур комитета государственной безопасности. Их готовили для проведения самых ответственных операций. Это люди, которые могут решать эти вопросы и те, которые могут нести ответственность за решаемый вопрос. Борис Бесков. Командир группы «Вымпел» в 1990-1992 годах. Чувство ответственности было для них главным. Точно выполнить поставленную задачу любой сложности без потерь. Память вновь и вновь возвращает их в прошлое. И все-таки какова была главная цель стоявшая перед группой? Целью группы специального назначения «Вымпел» было действие в условиях вне Союза для выполнения специальных задач возложенных на подразделения, которые располагают сугубо специфическими определенными возможностями и умениями. Эвальд Козлов. Командир группы «Вымпел» в 1981-1985 годах. Первый командир этой группы. Это были жесткие, требовательные, а самое главное квалифицированные специалисты, умеющие выполнить не только частную задачу, а думающие, как обеспечить выполнение любой задачи. Сегодня в интернете можно найти некоторые сведения об отряде «Вымпел». Он был создан как структурное подразделение внешней разведки Комитета государственной безопасности для проведения операций за пределами СССР в особый период. Когда говорят о разведке, сразу вспоминаются известные шпионы. Их достижения и провалы. Вот так задерживали американского агента Толкачева. Вот это я, это вот мои коллеги, которые отчислили захват. Разведка это тайники. Например, вот такой закамуфлированный под камень. Вот. Как это происходило? Это я. С помощью тайников агентам передаются деньги и инструкции. Назначаются встречи. разведка это из секретной фотопленки. Даже что-то. Вот. Если это вот ее похитили или там потеряли и потом взяли-здали в обычный пункт проявления. Вот получатся такие виды. Если же пленка попадает по назначению в спецслужбу и подвергается специальной обработке, то на ней проявляется то, что было снято специально. Вот такими пленками снабжают разведки своих агентов. Работа разведки связана с явками и паролями. Подойдет и спросит вас по-английски. Будьте добры. Ничего подобного не было в практике Вымбела. Перед ним стояли совершенно другие задачи. действовать когда еще нет войны но и уже нет мира. Главное для отряда постоянно находиться в боеготовности всегда быть в форме регулярно тренироваться чтобы в любой момент когда отдадут приказ немедленно приступить к его выполнению не смотря ни на что. И такой час пришел. Руководству КГБ потребовались их умения и решимость. Правда тогда будущие вымпеловцы еще были известны как группа Зенит. Совершенно секретно выписка из протокола номер 176 заседания политбюро ЦК КПСС от 6 декабря 1979 года о направлении спецотряда в Афганистан. Этот отряд не знал чем ему предстоит заниматься в Афганистане. Даже тогда когда уже прибыл на место. В конце 70-х годов в Афганистане происходили бурные события. К власти пришел Амин свергнув и убив лидера революции Тараки. Руководство СССР посчитало Амина ставленником американцев и решило вернуть к власти просоветски настроенную группировку. Назревал конфликт. Был разработан план захвата всех стратегических объектов Кабула. И в первую очередь резиденции Амина дворца Таджбек. Этот дворец был хорошо укреплен и считался практически неприступным. Прибыли мы в Кабул 8 декабря 79-го года на личном самолете Андропова. Валерий Розин сотрудник подразделения Вымпел. Владеет немецким языком. Имеет награды СССР и некоторых зарубежных государств. Полковник. Много нам помогли конечно подразделения Косбезопасности которые там уже работали в том числе нелегальная разведка. И за короткий срок удалось все-таки приблизиться к тому что мы были готовы к выполнению той задачи ради которой мы прибыли в город Кабул. Горы вокруг вот эти бедные глинобитные здания избушки по-российскому возражаюсь. Глухие заборы вот эти лица афганцев подмерзших тишина на улицах какая-то напряженность. Мало кто знает о том что дворец Амина это в принципе был поставлен воскресательный здак в конце предложения какого-то но ведь были и другие слова предложения были и другие объекты которые также было необходимо как говорят нейтрализовать обеспечить их взятие вот в числе других мне пришлось участвовать в решении одной из важнейших задач в ходе вот этой комплексной операции в городе Кабуль. В нашу группу было включено несколько человек афганцев и задача группа была оказать им помощь и поддержку в осуществлении контроля над генеральным штабом обороны Афганистана. Сотрудник подразделения вымел подполковник Когда мы прибыли к зданию генерального штаба обороны информация несколько не оправдалась и обстановка была несколько иная чем та которую мы предполагали там встретить. В нем насчитывалось более сотни человек офицеров отделения обеспечения безопасности охрана штаба поэтому нам пришлось действовать не в тех условиях на которые мы рассчитывали. С самого начала бойцам спецгруппы пришлось столкнуться с сопротивлением. Турм начался несколько раньше чем было подсмотрено планом где-то минут за 25 туда все расстояние мы шли под сплошным пулеметным огнем. Вот наши четыре машины которые должны были быть здесь вот здесь мы видим расположение батальонов гвардии которые храняли дворец общее число гвардейцев было около двух тысяч человек. не не первому БТР удалось прорваться к дворцовым воротам а вот вторую машину защитники дворца подожгли а против против было очень сильное причем люди которые защищали это была национальная гвардия амина люди высокоподготовленные и профессионалы в своем деле и стрельба уверялась настолько интенсивная что ну практически казалось что очень трудно найти себя место с тем чтобы как-то подобраться к объекту шквал огня со стороны противника шилки которые нас прикрывали то же самое значит короткими и не короткими очередями начали обстреливать дворец амина но снаряды настолько стены оказались толстыми что снаряды отскакивали как горох от стенки то есть все начался такой кромешный ад мы попали в зону огня ну можете представить тропинский дождь барабанит по броне вот такое ощущение от выстрелов от выстрелов после того как был подан пулемет шилкой наша группа броском достигла здания и мы там объединились уже с группой гром группа гром позднее будет известна как альфа перед нашей группой стояла задача вывести из строя связь и значит чтобы значит амин не мог вызвать себе подмогу и не мог обратиться к международным сообществам непосредственно минированием колодца руководил я сняли крышки крышки тяжелые оказались специальные приспособления пришлось готовить на глазах у часового часовых где-то метров двадцати он видел он находился рядом с нами но мы послали товарища переводчика одного который его отвлек и где-то буквально за 30 секунд мы сумели заминировать этот колодий тем временем операция развивалась по плану несмотря на потери нападающим удалось прорваться к дворцу значит что-то чтобы выйти на второй этаж где находился амин во дворце амина были тяжелые дубовые двери которые ну практически автоматом и не пробивались приходилось их приходилось взрывать гранатами были совершены броски гранаты вправо автоматной очереди и раздался жесткий тык амин 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 возраста «Мория» «Мория» амин возраста «Водя» она в правое крыло у бара был обнаружен амин который уже не был жив По рации я доложил в Центр о том, что задача выполнена, дворец взят, есть потери, ранены, убиты. При штурме дворца Амина погибли два сотрудника подразделения «Зенит». Их похоронили в России. На их могилы и сегодня приходят боевые друзья. Встреча с Афганистаном. У нас сейчас тоже много очень разговоров о том, что это мы в Афганистане делали. Сколько же мы прав-то там нарушали. Но это очень оскорбительно звучит для солдат, который был обременен присягой, на которого были возложены соответствующие обязанности, который шел под флагом Родины, который выполнял свой приказ и выполнял очень четко, очень правильно, так как положено его выполнять по уставу. Они честно выполнили свой долг перед Родиной, поручившей им ответственное задание. Невозможно забыть того, что им пришлось пережить. Именно поэтому они так радуются друг другу при встречах. Память все время уносит их в то далекое время, когда они рисковали жизнью, защищая страну на дальних рубежах. Они и сегодня верны своему боевому братству. И, конечно, при каждой встрече ветераны вспоминают павших товарищей. Жизнь бойцов вымпела – это непрерывные командировки в разные страны и на разные континенты. Но даже сегодня, кроме операции в Кабуле, нельзя ни о чем рассказывать. Организатор отряда Юрий Дроздов и первый командир Эвальд Козлов могли бы вспомнить о многом. Однако еще не пришло время для этих воспоминаний. В это подразделение отошли с пониманием своего долга и готовности к самопожертвованию в необходимых случаях. О работе вымпела в других странах можно только догадываться. Или предполагать. Говорят, что сотрудники вымпела помогали своим кубинским коллегам в борьбе с Контрас, военизированными отрядами иммигрантов. Но подробности неизвестны. Бойцы спецподразделения вылетали в Анголу. И в Никарагуа. Чаще всего они выступали инструкторами в горячих точках планеты. Руководством группы Винтел была поставлена задача по организации обучения специальных подразделений и противодействия, бандитизм со стороны Мазамбирского национального сопротивления. Владимир Черемисин. Сотрудник спецподразделения Винтел. Из огромного контингента подобрать необходимое количество людей сложность заключалась в том, что страна очень бедная, очень бедная. И физическое состояние тех людей, которых мы должны были отобрать в эти спецподразделения, не отвечало требованиям, которые мы привыкли предъявлять. То есть те тесты по физической подготовке, которые мы устраивали, ну, скажем так, из 100 человек, сдавали только 3-4, не более. Пребывание в джунглях Африки и Латинской Америки стало хорошей школой для бойцов Винтела. Здесь они изучили искусство выживания в экстремальных условиях. Осваивали верхние этажи джунглей. Учились добывать пищу с помощью вот таких ловушек. Узнавали, как можно утолить жажду в тропическом лесу. Из подручных материалов бойцы научились делать плавсредства для форсирования рек и озер. Они могли действовать не только в джунглях, но и в пустыне. Совершать длительные переходы через барханы. Противостоять ветру и раскаленному солнцу. Переносить жажду. Быть готовым к любым неожиданностям. В самых трудных, порой невыносимых условиях, Вымпеловцы не только обучали, но и учились сами. Наша задача предела изучение всего богатого опыта войск специального назначения, который они приобрели в ходе многочисленных войн на территории Вьетнама. Александр Городилов. Сотрудник спецподразделения «Вымпел». Вымпел. 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 Вьетнамские бойцы до совершенства отработали методы маскировки. Они достигли это путем использования различных покрытий тела, обнаженного тела. То есть они сначала тело покрывали соками трав, а потом наносили тот рисунок, который соответствовал местности, цвету местности, на которой они находились. Используя вот эти методы маскировки, они практически смогли проникнуть на все базы американцев, которые находились на территории Южного Вьетнама. Они отработали интересный способ скрытного передвижения к объекту. Этот способ заключался в том, что пловец находится почти в вертикальном положении, ногами чуть вперед, и он двигается под водой ногами вперед, полностью погруженный под воду. Только небольшая трубочка высотой в 5 сантиметров позволяла бойцу дышать воздухом, а глазами по звездам или по солнцу он контролировал направление своего движения. Но здесь, и когда мы готовились, чтобы не обнаружить себя, та вода, которая попадала в трубочку, ее нужно было проглатывать. Хотя порой эта вода была приблизительно бурого, бурого-бурого цвета. Америка проиграла войну во Вьетнаме. Но образ солдата Рэмбо, героя этой войны, был создан для американской молодежи. Молодежь увидела в нем чуть ли не победителя. Пример для подражания. И что американцы делали во Вьетнаме. Успешная работа наших боевых оперативно-разведанных групп за рубежом была бы невозможна. Без тесного сотрудничества с разведчиками-нелегалами. То есть фактически это граждане тех стран, где мы являемся иностранцами, а они являются своими людьми, с подлинными документами или с поддельными, но очень высокого качества, которые знают нравы, обычаи, у которых там есть круг общения, чего не может быть у разведчиков-диверсантов. Сотрудник подразделения. Иногда мы просто можем и выезжали в эти страны под видом туристов, там еще под какими-то там в составе официальных делегаций, просто чтобы понять, увидеть своими глазами обстановку. А разведчик-нелегал, он живет там многие годы, имеет там источников информации, доверенных лиц в различных кругах, в том числе и во влиятельных, иначе грош ему цена. То есть без таких людей успех, особенно в развитых капиталистических странах, был бы невозможен нашу группу. Были задания и за пределами нашей Родины, Советского Союза. В частности, мне в свое время пришлось принимать участие на определенном этапе в операции по вывозу одного из изменников Родины из Европы. С этой задачей мы справились успешно, и этот человек понес заслуженное наказание. Я полагаю, что подобная участь может ждать любого до тех пор, пока вымпел, пока дух вымпела существует. Отряд вымпел появился в период наивысшего противостояния СССР и стран Запада. Суровые реалии холодной войны потребовали создания такого подразделения, и оно оправдало возложенные на него надежды. Но наступили новые времена. В октябре 1993 года вымпел получил приказ штурмовать Белый дом. Практически от него требовали организовать бойню. И вымпеловцы не выполнили этот приказ. Не стали стрелять по своим. Они просто пошли и вывели людей из Белого дома. Спасли их от верной смерти. За это на вымпел обрушились репрессии. После известных событий 1993 года меня вызвал Ерин в то время, когда было принято решение о распуске группы вымпел. Он ко мне так дважды обращался. Дмитрий Михайлович, что ты не хочешь пойти в МВД? Наша задача защищать родину. Я сказал, защищать родину мы можем все. И должны защищать, потому что это наша обязанность святая армейская. Но защищает каждый человек со своих позиций. Летчик в воздухе, моряк на море, спецназовец такого вот профиля готов выполнить любую задачу. Мы не готовы, допустим, служить в системе Министерства внутренних дел, так как у вас свои специфические задачи. Но, к сожалению, никто не послушал. Тогда было принято все-таки о передаче вымпел. Это было равносильно ликвидация вымпела. Поскольку вымпел, он первоначально планировался как подразделение разведки для выполнения спецопераций, предвоенный и военный период. Но и отнюдь как полицейское подразделение государства. После октября 1993 года я не счел возможным оставаться в Штатах Министерства внутренних дел. Потому что был указ президента о переподчинении группы специального назначения вымпел Министерству внутренних дел. Вымпел снова понадобился во время чеченской кампании, когда войска стали нести большие потери. Вот тогда нас вспомнили. Вымпел лучше других воинских подразделений оказался приспособлен к партизанской войне. Но и его бойцы гибли в жестоких боях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они собираются каждый год. Собираются, чтобы вспомнить самые тяжелые, но и самые лучшие годы своей жизни. Они не выступили против своего народа ни в 1991, ни в 1993 году. И это останется не только в их памяти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самым мужественным государством бывает то, которым лучше всего награждается доблесть и сильнее всего наказывается трусость. Гильвеция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы не можем показать лица сегодняшних сотрудников Вымдова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА служить Отечеству.